Эстетика в разрезе. С Ольгой Засеевой. Ольга Витальевна, конечно, спасибо большое. Спасибо за отзыв о нашей монографии. Я, конечно же, существенно, когда говорим мы о том, что, в принципе, в профессии важно, в профессии любой, я не акцентирую внимание на какой-то конкретной профессии. На мой взгляд, когда ты стараешься воплотить или стараешься сделать что-то и это оставить еще для кого-то, это самое важное. Поэтому у нас идея создания монографии возникла давно. Она зрела годами. Я думаю, что вот так просто сесть и написать какую-то книжку – это очень сложно. Нужны годы, нужен труд и нужны какие-то усилия для этого. Поэтому вот даже за всю мою карьеру, она уже насчитывает более 20 лет в хирургии, я сделал всего лишь две значимые так для себя. Монографий было мелких, маленьких много, но значимых таких, которые я мог бы сказать, что это сделано именно для всех, не только для себя, как удовлетворить свои какие-то амбиции научные и свой статус подтвердить. Но вот именно те книги, те монографии, которые выпускаются не только для себя, но и для коллег и общества, их немного. И данная монография, которую мы выпустили благодаря всем, там огромный коллектив авторов. Это не только труд трёх редакторов, которые указаны на обложке. Огромный труд института, целого института, который многие-многие годы отдал на то, чтобы написать маленькую главу в этой книге. И поэтому, безусловно, стараешься сделать это общедоступным языком, стараешься сделать это так, чтобы это было красиво и всем было приятно её держать в руках. Но, как правило, мы такие книги и такие монографии все видели в большей степени в Европе или на английском языке. Поэтому всегда хотелось, чтобы была книга достойная, которая выйдет на русском языке. На русском языке, и она ничем не будет уступать каким-то аналогам европейским. И, на мой взгляд, нам это удалось сделать. В кооперации с нашими коллегами из Европы никто не отрицает и никто не говорит, что кто-то лучше или кто-то хуже. Мы все делимся опытом, все получаем какие-то знания, навыки. И мы постарались изложить все те нюансы на сегодняшний день реконструктивной, именно реконструктивно-пластической хирургии в онкологии. То есть эта монография в основном для реконструктивных хирургов или для пластических тоже? Ну, вы знаете, с появлением... У нас свой опыт в России развития реконструктивно-пластической хирургии. Как таковой специальности пластического хирурга вы сами прекрасно помните и знаете, её отдельной специальности не было. И я считаю, что этот путь развития, он уникален в своём роде. Почему? Потому что все страны, в принципе, развиваются по принципу, что онколог – это отдельная специальность и пластический хирург – это отдельная специальность. У нас получился такой симбиоз, который позволил сконцентрировать в одном человеке две специальности сразу. Я, например, когда начинал свою работу онкологом, я никогда не представлял себе, что ещё буду заниматься ещё и аспектами пластической хирургии. И когда начинала развиваться эта сторона вопроса по реконструкции и по эстетической красоте молочной железы и возможности хирургии в этом плане, и появление потом пластической хирургии, безусловно, сделала эту книгу актуальной не только для онкологов, реконструктивных хирургов. Она будет интересна и для пластических хирургов. Мы для себя представляем, что пластический хирург – это хирург, который должен прийти и увеличить молочную железу или же уменьшить молочную железу. Но это же неправильно. Пластическая хирургия – огромная наука, которая подразумевает под собой огромное количество аспектов, в том числе и реконструктивную хирургию после онкологических операций. Да, реконструктивная хирургия – это всегда топ. Топ, если ты умеешь делать реконструктивную операцию, это всегда тебя характеризует как суперспециалиста. Вот я здесь просматриваю, здесь очень интересные как раз схемы. Мне кажется, они и нужны, ну не студентам, наверное, но ординаторам, потому что вот как разместить имплант, как подшить мышцы. В принципе, эти схемы очень-очень интересные. Эстетика в разрезе. Мы получили такую очень интересную информацию, я сама не знаю, как ответить на этот вопрос, что такие книжки хотят покупать пациентки, они охотятся уже за этой книжкой. И вот я совершенно не понимаю, вот зачем пациентке читать такую книжку? То есть я допускаю, что, наверное, для пациентов можно сделать книжку, и такую книжку написал и Мустафа Хамди именно по тому, как ты должен себя вести диагнозом рак молочной железы. Но вот зачем покупать атлас, который рассчитан на профессионала? Вот у тебя есть какие-то предположения? Во-первых, нужно отметить тот факт, что последние годы наши пациенты стали настолько избирательными, они настолько прецизионно подходят к выбору хирурга, что иногда удивляешься, что, например, пациент может прилететь с Владивостока или с Хабаровска именно для того, чтобы попасть к тебе. С одной стороны, ты думаешь, ну вот этот путь, проделанный пациентом ради того, чтобы получить просто консультацию, а с другой стороны, ты понимаешь, что этот пациент уже подготовлен морально. Он знает, куда и зачем он летит, и зачем он вообще в принципе идет к этому хирургу. Ну, к сожалению или к счастью, не все пациенты обладают возможностью хорошо ориентироваться в интернете или же, например, хорошо осваивать информацию, которую слышу. Кому-то нужно это прочитать, чтобы запомнить. Вот если мы спросим, например, поколение немного старше нас, мы говорим о том, что некоторые профессора до сих пор говорят, распечатай мне, пожалуйста, принеси, я поправлю. Ну, визуалы такие. Визуалы. Визуалы, которые вот сидят и правят это на бумаге. А есть те, кто уже привыкли работать с компьютером. Вот есть пациенты, которым нравится держать в руках книгу и читать ее. И причем не просто ориентироваться на картинки, они еще пытаются прочитать, куда, как, почему, что подшивается, с чем связывается, куда ставится имплантат. И когда ты сидишь, беседуешь с пациентом, и он тебе начинает задавать профессиональные вопросы, ты понимаешь, технические, правильно, да, и ты понимаешь, что пациент ориентирован. Но это хорошо или это плохо? Это очень хорошо. Почему? Потому что когда пациент понимает, что ему предстоит, ему легче донести все возможные аспекты этой хирургии и чем это может закончиться. Когда пациент не понимает, о чем идет речь, ему сложно объяснить, что ты хочешь делать. Обычно беседа с пациентом может закончиться тем, что, доктор, тогда давайте на ваше усмотрение. Вот как вы скажете, так и сделаем. Это худший вариант, да? Это не худший вариант, это, в принципе, правильный вариант. Цель врача и доктора на самом деле донести информацию, правильную информацию до пациента. Объяснить все риски того или иного варианта операции. Объяснить, какие возможны осложнения после этих операций. Какие возможны осложнения будут интрооперационно. Что можно делать, что нельзя делать. Плохо, когда, я считаю, что это очень плохо, когда хирург, например, владеет какой-то одной методикой, несмотря на то, что она ему приносит какие-то успехи в плане демонстрации своей работы. Но когда хирург односторонне развит, это очень плохо. Почему? Потому что нет универсального способа на сегодняшний день и нет универсального пациента, которому мы можем сказать, тебе подойдет именно вот это и больше ничего. И берешь следующего пациента, там совершенно другая тактика, вообще подход другой. Поэтому, когда пациенты читают и, как вы сказали, охотятся за этой книгой, я считаю, что это нормально. Это такая же литература, она более специфическая, она более профессиональная, она более, будем говорить, не для такого широкого круга. Это признак того, что она интересует кого-то. Эстетика в разрезе. Не могу не отметить или не спросить про Москву-брестмитинг, на котором мы сейчас встречаемся. Недавно разговаривала с твоей ученицей, она сказала, что благодаря этому мероприятию я у Азиза Дельшодыча прооперировала со всеми звездами. То есть я видела не то, что там я читала или смотрела видео, я видела живьем. Я понимаю, что для хирурга, конечно, увидеть любую операцию живьем в исполнении человека, который учит, который уже много раз это делал, это, наверное, здорово и очень интересно. Поэтому мне очень хочется твое мнение. Как ты считаешь, за 7 лет, все-таки 7 лет мы совместно делаем этот проект, несмотря на много сложностей, возникающих по ходу движения. Но, тем не менее, проект существует, он очень интересный, к нему очень большой интерес проявляет вся наша аудитория и молодежь. Вот твое мнение. Любой проект оценивается, в принципе, с годами. Проекты, которые рождаются и сгорают сразу в одночасье, мы тоже таких проектов видели огромное количество. Мы видим огромное количество конференций, которые проходят каждый день. Тем более вот с такими форматами онлайн-общения это все превратилось в то, что практически там каждые 2-3 дня происходят какие-то конференции. Это воплощение в реальную жизнь идеи Москва-брестмитинга 7 лет назад. Это была идея как раз-таки, когда мы все вместе с вами были в Барселоне и посмотрели тогда еще начинающийся Барселона-брестмитинг. И эта идея нам понравилась. И идея основывалась на том, что почему бы не организовать и не сделать такое мероприятие у нас в России. Идея была не только организовать, но и сделать это мероприятие таким, чтобы оно стало узнаваемым. Основная идея всех любого глобального такого, будем называть, проекта, такого как Москва-брестмитинг, была не просто сделать одну конференцию и позвать туда 3-4 звезды, и на этом бы вся идея у нас закрылась бы. Идея была в том, чтобы с каждым годом этот митинг набирал и мощь, и возможности. Как и в любом проекте, я считаю, что есть и взлеты, и какие-то фазы падения, и какие-то фазы, будем говорить, которые требуют доработок. Но не бывает такого, чтобы был только подъем. Как и рынок, он имеет такой взлет, и этапы пиков, и падений. Также Москва-брестмитинг. Вот если мы с вами сядем и посчитаем сейчас, какое количество спикеров за эти 7 лет приехало в Россию, и какого уровня эти спикеры были, мы говорим о звездах. Мы говорим о людях, которые в своих странах являются первыми лицами в хирургии. Это люди, к которым стремятся попасть, приехать, поучиться, увидеть, пообщаться, хотя бы две минуты, постоять с ним рядом и услышать его взгляды на все это. Эти люди приезжали в Россию и приезжают в Россию. Приезжают и делятся своим опытом, за что мы им всем благодарны. Мы всегда рады их видеть. У нас в стране, у нас в любом из наших госпиталей, больниц. Брестмитинг, на самом деле, который по окончании каждого из этих митингов, люди спрашивают, когда будет следующий. Какие числа и когда? Это уже говорит о том, что имеется бренд. Имеется бренд, который, на мой взгляд, нужно только развивать. И когда тебя твои коллеги спрашивают, а здесь, когда же мой следующий брестмитинг, это радует. Это радует, потому что ты понимаешь, что люди ждут это с нетерпением, ждут, когда приедут звезды, ждут, когда будет возможность подойти и пообщаться вживую, а не в формате онлайн. Живое общение никогда не заменит никакой формат. Мне нравится формат онлайн. Почему? Потому что, видимо, в силу загруженности и в силу того, что ты можешь сесть за компьютер дома и прочитать лекцию, это приятно, это хорошо. Но когда ты общаешься вживую с коллегами, не тот формат совершенно. Ты общаешься совершенно на другом уровне. И когда ты видишь глаза собеседника, его жесты, эмоции, и его стиль, как он это рассказывает, как он это преподносит. Посмотрите на Джо Му. Любое выступление – это спектакль. Мы все сидим, слушаем внимательно. На мой взгляд, это и есть та самая идея брестмитинга, что мы можем пригласить, посмотреть, поучиться. И второе – это то, что брестмитинг, он был московский именно. Он посвящен не только реконструктивной хирургии. Мы же его начинали, в принципе, как большей части онкологическую идею, реконструктивная хирургия. Но присоединив к ней, сделаем так, гибридную конференцию, пластическую хирургию и реконструктивную хирургию, мы расширили круг заинтересованных лиц настолько, что участников становится все больше и больше. Это и реконструктивные хирурги, и пластические хирурги, и уже врачи других специальностей, которые приходят и слушают это все, и приходят посмотреть и поучаствовать в этом митинге. Поэтому, на мой взгляд, есть нюансы, которые мы должны доработать все вместе, и абсолютно хорошая и перспективная идея развития дальнейшего. Действительно, очень много слушателей, молодежи очень много. Это говорит о том, что проект интересный. Если помните, Ольга Витальевна, у нас были, когда первые, там первый, второй, третий, четвертый брестмитинги оперировали наши иностранные коллеги. Успех наш в чем заключается? Я вчера анализировал предыдущий брестмитинг и нынешний брестмитинг. В том, что вы посмотрите, что в настоящее время оперируют все российские спикеры. Да. Оперируют, а комментируют наши иностранные коллеги. Это говорит о том, что уровень специалистов в России настолько вырос, что мы можем показывать и можем рассказывать о своих достижениях, а не только смотреть и задавать вопросы. Коллеги уже нам задают вопросы. Все эти специалисты, оперирующие, это наши специалисты. И не стыдно сидеть и смотреть на все это. Много вопросов, много дискуссий, много обсуждений. Кто, зачем, как, кулуар настолько обсуждений. Не все могут задать вопрос, кто-то стесняется, кто-то там в силу думает, ну, может быть, потом спрошу. Но вопросы все возникающие. И когда ты задаешь вопросы своему спикеру или своему человеку, который живет непосредственно в России и работает в России, он более доступен для тебя в плане общения и в плане коммуникации. На мой взгляд, это та цель, к которой мы идем, чтобы у нас в стране было такое количество хирургов высококвалифицированных во всех регионах страны, чтобы эта помощь оказывалась не только в центральных федеральных учреждениях, а и на местах тоже. Эстетика в разрезе. Так изменился пациент, потому что по данным статистическим количество пациентов с раком молочной железы увеличивается. Количество пациентов, которые получают реконструктивную хирургию, не сильно увеличивается. Может быть, даже остается на каком-то стабильном уровне по статистике. А вот какое твое мнение и твой опыт? Мне почему-то кажется, что количество пациентов, которые готовы на реконструктивную хирургию молочной железы, их стало больше. Они более осведомлены благодаря книгам, благодаря тому, что мы рассказываем об этом, благодаря тому, что есть пациентские ассоциации, которые говорят о возможности реконструктивной хирургии. Вот что изменилось за то время, пока ты руководишь отделением? За последние даже не 10, а 15 лет, возьмем так вот такую дату, пациент кардинально поменялся, на мой взгляд, не только с тем, что он видит, но он поменялся и ментально. Основная наша проблема, проблема онкологии, ну назовем ее так, давайте глобально, проблема онкологии в том, что у нас нет централизованного статистического такого анализа, который происходил бы по всей стране в одном месте. У нас есть статистические выверки там по заболеваемости, по смертности, по органам, по количеству вновь заболевших, по количеству погибших пациентов и так далее, и так далее. Вот, например, что касается молочной железы, очень много врачей, которые, например, обращаются ко мне и говорят, а здесь еще очень, а сколько удалений молочной железы делается у нас в стране за год? И на этот вопрос я, как руководитель одного из крупнейших подразделений нашей страны, одного из ведущих учреждений нашей страны, ответить не могу. И это, на мой взгляд, неправильно. Есть уклон, что некоторые, ну вот считают, что некоторые пациенты думают, мастектомия — это и есть тот способ и вариант лечения, который единственно правильный. И если мы говорим о том, что на сегодняшний день мы научились диагностировать рак молочной железы в начальных стадиях, это нулевая и первая стадия, и мы с вами, вот участвуя во многих, в многих конференциях и у нас в стране, и за рубежом, мы постоянно говорим об одном и том же, что есть возможность сохранения молочной железы, есть возможность реконструкции молочной железы, но до пациентов не всех это доходит. Как раз таки, когда пациент задается вопросом или услышит какую-то информацию от кого-то, от знакомой или от родственников, которые пытаются помочь ей каким-то образом, и начинается вот эта поломка, что, а возможно, это вот есть какой-то способ или вариант лечения, который может привести к сохранению молочной железы. Я слышала, что там у моей знакомой, у моей подруги, вот она поехала в какое-то федеральное учреждение, и ей там предложили совершенно другую операцию. Таким образом, увеличение количества пациентов и их общения в организациях и пациентов, и участие в различных форумах, в различных общениях, даже банальном, приводит к тому, что у пациентов возникает уже свое мировоззрение на это все. Они не боятся уже этого. И когда ты приходишь к врачу, и он подтверждает твое внутреннее чувство, что все-таки же можно, и это безопасно, в онкологии самый важный вопрос это безопасно ли эта технология или эта операция для пациента, и какой успех этой операции в итоге будет. И вот когда пациент говорит, что выслушав огромное количество мнений, она до сих пор не определилась, на мой взгляд, тоже ломает стереотип онколога-врача или мамолога, будем говорить конкретно, который в принципе должен объяснить пациенту алгоритм действий и сказать, что это безопасно, это хорошо, это принесет хороший успех. На продолжительность вашей жизни это никак не скажется, но на качестве вашей жизни это отразится существенно. Поэтому и пациенты задают такие вопросы, поэтому пациенты интересуются, и поэтому это абсолютно правильно, на мой взгляд, на сегодняшний день. И это не должно пугать врачей, вот в чем самая основная загвоздка. Но это будет пугать только тех врачей, которые не владеют методиками, потому что я понимаю, что они попадают, пациенты сначала, к мамологу, и если мамолог не знает о методиках, то тогда... К сожалению, да, и вот если просто взять прием врача-мамолога, приходит пациентка и говорит, ну вот мне вчера на снимках, мамограммах сказали, что у меня есть опухоль злокачественная, что делать? И если начинается дискуссия врача и пациента с того, что ой, надо все удалять сразу, конечно, это сразу у пациента остается в голове. Это доминанта, которую потом сломать очень сложно. Пациент начинает ориентироваться на то, что сказал врач. Врач для пациента это авторитет. Он пришел за помощью к нему. И слова врача, каждое слово врача в этом случае играет значимую роль. Иногда даже очень сложно переубедить пациентов, которые приходят на повторные консультации, даже ко мне, приходят и спрашивают, вот я была там, 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 мне там сказали надо полностью удалять, там сказали не полностью удалять. Что вы считаете и как это должно быть? Вот в случае, когда врач говорит, что это единственный правильный выход и это тебя обезопасит и обеспечит тебе долгую жизнь, вот это остается в голове у пациента и ему сложно что-то объяснить потом. Эстетика в разрезе. Работа в онкологическом учреждении, в крупнейшем. Ты все время сталкиваешься с пограничным психоэмоциональным статусом пациента. А как это сказывается вот на тебе лично? Какие вот, может быть, какие-то, в связи с тем, что ты пришел в онкологию, у тебя поменялись мировоззрения, поменялось отношение к каким-то вопросам? Я понимаю, что в любом случае больной человек это достаточно сложно. Кардиологический профиль, там, вот я пульмонолог, пульмонологический профиль. Все равно это, конечно, естественно, пациент, вернее, статус психоэмоциональный уже такой на негативе, потому что пациент переживает стресс от заболевания. Но онкология у нас это всегда приговор. И когда тебе говорят, у тебя онкология, я могу себе представить, то психоэмоциональный статус пациента, наверное, на самом низком уровне. Вот как это сказывается на том, что ты с этими пациентами работаешь каждый день? Принципиально, вот выбор самой профессии врач. Всегда, считаю, в любом обществе, в любой стране мира врач, это считалось профессией практически привилегированной. Она имела статус человека. Если ты врач, ты, значит, человек, который просто себя посвятил служению людям. Ты еще молодой человек, у тебя еще в голове не сложилось устойчивое какое-то мнение о том, что ты будешь делать в жизни. У тебя стоит выбор, куда идти. Тебе говорят учитель, врач. Вот это там инженер, это профессии, которые вот в принципе тебе в жизни всегда пригодятся и помогут. Когда молодой человек выбирает профессию врача, он уже изначально априори должен понимать, на что он идет вообще в принципе. Первостепенно у всех возникает мысль, там, надо помогать людям, я буду помогать. Все, после меня все уйдут выздоровевшими и практически не будет пациентов, которые будут недовольны моей помощью. Когда ты приходишь уже в мединститут, у тебя начинается выбор, который встает перед тобой. Это куда идти в принципе. По большому счету всегда было несколько направлений во всех медицинских вузах. Это там хирургия, терапия, педиатрия и стоматология. Это там и фармацевти. Это такие самые большие столпы, на которых основывалась вся медицина. И вот уже когда ты выбираешь конкретно какую-то профессию, а это осознание приходит только наверное на курсе третьем или четвертом, кем ты в принципе хотел стать. Очень мало людей, которые с детства, с 10 или с 12 лет говорят, что я буду онкологом. В моей жизни мне было проще, почему? Потому что я вырос в семье онколога. Вот тут ты начинаешь понимать, что онкология это вообще отдельная такая вот отрасль в медицине, что врач-онколог это совершенно другой врач, который работает с людьми, которым в первую очередь нужно сострадание. Всегда всем, кто бы не выбирал эту профессию, я всегда говорю, что онкология это настолько сложная дисциплина, настолько она разнообразная. Если раньше мы считали, что хирургия в онкологии это главенствующее, то сейчас мы видим насколько, как развивается онкологическое направление. Огромное количество препаратов, огромное количество схем возможностей лечения, огромное количество развития в лучевой терапии, возможностей лечения в хирургических аспектах. Постоянно развивающееся вот такое направление в онкологии дает возможность совершенствоваться каждый год. И когда мы говорим о том, что врач, онколог, специалист созрел, или же ты, как ты себя чувствуешь, когда работаешь ежедневно с этими пациентами, то безусловно со временем у тебя, наверное, все-таки уже чувство твоего профессионализма преобладает над чувством, банальными человеческими чувствами. Ты понимаешь, что ты помогаешь, но ты должен понимать, что ты должен это сделать профессионально. Не зря говорят о профессиональном выгорании. Именно в профессии онколога этот термин устойчивый, и он с каждым годом все больше и больше людей, онкологов, которые страдают различными заболеваниями на фоне работы, на фоне стрессов, постоянных стрессов, которые они чувствуют в процессе дня. Видимо, вот тут нужно как-то преобразовать себя так, чтобы ты не только помогал человеку, ты не только сострадал, но ты это оказывал качественно и профессионально. Возможно, это приходит с возрастом. И те молодые онкологи, которые идут в профессию, считая, что в этой профессии можно заработать огромные деньги или же сделать какую-то умопомрачительную карьеру. Да, можно, но в первую очередь это будет зависеть от твоего именно трудолюбия и от твоего отношения к этой профессии. Наш директор Андрей Дмитриевич Докаприн, вот мы когда сидим на конференциях или там обсуждаем и общаемся в личных беседах каких-то, он говорит, что ты знаешь, ни один человек не застрахован от этого заболевания. И самое главное, что ты сегодня работаешь по эту сторону баррикады, а завтра ты можешь оказаться на этом же столе. И самое важное, у кого ты окажешься на столе. И поэтому его идея того, что ты должен воспитать людей, к которым ты потом сам можешь попасть на лечение, обратиться за помощью, это основная идея. И вот на мой взгляд, эта концепция такая, ну, стратегическая, будем говорить. То есть ты сейчас вкладываешь в то, как мы вкладываем в своих детей что-то, мы пытаемся дать им хорошее образование, пытаемся их поставить на ноги, пока у нас есть силы. То же самое в профессии. Если ты воспитаешь достойное поколение онкологов за собой, то тебе потом не будет страшно самому обращаться. Когда анализирую, я даже в операционной, когда мы стоим, я анализирую его слова, иногда там шутяем и общаемся с молодыми, с ординаторами, и ты смотришь на него и говоришь, ну, смотри, не дай бог, я к тебе не приду. Поэтому это стимулирует людей развиваться, врачей развиваться, делать правильные выводы на всем этом, получать то, то, что им нужно сейчас в этом возрасте получить. То есть если деньги ставить на первый план, то успеха никогда... Ну, нас учили так. Нас учили так, что в профессии врача вообще деньги это не... Не первостепенная. Не первостепенная цель. Мир меняется. Мир меняется. Я понимаю тех людей, которые приходят в профессию и говорят, что ему же все-таки нужно не только отдаваться людям и сгорать на работе. Ему нужно кормить семью, ему нужно воспитывать детей, ему нужно обеспечить достойное будущее. Тут тоже можно понять, цель и роль, я считаю, государства и нас, будем говорить, более старшего поколения, это обеспечить и объяснить молодым людям, что профессия онколога это престижная профессия, которая позволит ему безбедно жить и помогать пациентам. Эстетика в разрезе с Ольгой Засимой.